Иван, шутер номер 1. Будем стрелять на полтинник. На сотку замахрёмся мы, конечно, навряд ли, но вдруг. У нас еще есть с собой насадка Paradox, да? Да. С Paradox тоже попробуем. Лиман мини. Поросокол. Вот раз, два, три. Ветился четко. Вот еще моя дырка, блядь. Вот, наверное, еще одна моя. Раз, два, три, четыре, вот пятое. Пойдем сейчас парадокс крутим. Опробовали стрельбу Лиман пулями мини на насадке 0.25 и пришли к выводу, что надо попробовать на парадоксе, как они себя поведут. Вот у нас Иван меняет. Лимашки под парадокс идут свои пули, ты что? Ну, ты сейчас на парадоксе попробуешь, как они полетят? Лиман? Да. А нахрена? Нет, Лиман, она диаметром меньше, она в нарезы даже не войдет. А почему она, она должна в нарезы зайти, если у тебя контейнер? Контейнер плотно обнимает, обжимается. Нет. Нет, ну то, что я мазил, это я не спорю. В конце концов, ты же не первое место занял на кубке от Армс. Да. Поэтому, ты косой. Да, я косой. Но кепочка от Армс у меня осталась, я в ней на перестрелку поеду обязательно. Это, я про что говорю, что ты почему думаешь, что с парадоксом только пули парадокс? Поле у вас с парадокс стреляют люди. Все поголовно. Так просто она за контейнер, за пластик тоже закручивает. Она с нарезов, не срывает пластик. Так, покажи свой парадокс. Вот ты какой-то медленный-то, а? Ёк-макарек. Вот она, насадка вкрутка. Надпись. Прогресс. Парадокс. То есть прогресс, это как... Либо внутрь загляни. Вот сейчас попробуем показать, как это будет выглядеть. Слушай, я, насколько помню, прогресс, это именно у них своя резьба на парадоксе была. То есть есть просто парадокс, а есть парадокс прогресс. Слушай, я вот этих подробностей... Ты вкручивать будешь, нет? Если даже что-то такое существует... Иван, вкручивать будешь? Буду. Давай быстрее, у меня руками мерзнет. Скажусь в антре, снимаем обзоры блогеры, стрелки. Охотники. Все охотники. Сегодня я снимаю карабин лось. Обзор. Опять начал мериться. Да? Ёлки-палки, а как новыми руками-то все-таки не жарко. Ты еще смазку нанес, она густая. Да, она замерзшая. Вот это плохо. Нормально, по резьбе. Так, подтянешь. Тебе говорили, да, что парадоксом при стрельбе каждый два выстрела подтягивает на выр. У тебя не откручивается? Я другу купил парадокс, отправил в Сибирь. У него после пяти выстрелов он открутился немного, и его замотало, внутрь задрало край. Давай показывай, что куда прилетело. Короче, вот этого и вот этого не было. Так, это ты стрелал из парадокса пулями под парадокс? Ну да, под парадокс. И вот оно сравнение. Лиман видишь? Вот сюда, вот сюда может влететь. Вот тоже, вот одна, одна здесь была. Лимановская. Вот, вот, вот Лиман. Допустим. Вот, в центре. Попробовали полео. Шестое Иван попробовал. Прилетело достаточно кучно. С насадки парадокс. Вот наша насадка парадокс. Теперь попробуем стрельнуть в наши Лиман мини. Наши дешевенькие патроны по 9 рублей. Как они полетят из парадокса? Будет ли вообще эффект? Иван говорит, что эффекта не будет никакого. Парадокс, он предназначен для других пуль. Я говорю, что Лиман полетит с парадокса прямо идеально. Самый наикучнейший патрон получится. Ну, сейчас проверим. Ты что, патрон дорогие? Давай, по 9 рублей. Давай, заряжайся. Так, понеслась. Посмотрите, какой он радостный. Какой довольный человек. Комментатор юный. Давай, мы пропагандируем вдумчивую стрельбу. Саша, перуши у тебя вот тут. Так, я стреляю, Макс. Наушники, давай. Огонь по готовности. Все, извиняюсь. С насадки парадокс. Прилетели 5 пуль. Так, теперь вам показываю. Я целился вот сюда. Дистанция 50 метров. Считай, вот они все. Кученько. Ну, я считаю, что это кучно. Так, вот теперь мне скажи это, мне в лицо, что Лиман Мини с парадоксу лучше не полетит. В смысле лучше не полетит? А, ты имеешь в виду, чем из гладкого этого. То есть парадокс свою роль ты имеешь в виду. Все, затроил, затроил, я понял. Ладно, хорошо. Я был не прав, ты это хотел? Да. Вот, я был не прав. Лиман Мини с парадокса летает гораздо кучнее, чем не с парадоксом. Результат. Очень хорошая куча для этой легкой пули. Учитывая, что пороха у нас... Так, скажи, у нас сколько пороха? Мы стреляли на порохе сокол 2,3 грамма. Вот. У нас сокола там заряжено. Вес пули? Вес... Ой. 27,7. Точно, 27,7 грамм. Ну, пример. Там плюс-минус десятые граммы. Все равно играет свою роль. Давай, залепляем это. Я считаю, что для этих пуль, для этих пуль кучность более чем достаточная. В общем, мишени мы залепили скотчем. Вот. Залепили. Теперь будем стрелять пули, которые специально сделаны для насадки Парадокс. Это прям калиберная пуля. 30 грамм у нее вес. Мы залили ее воском. Она стала у нас весом сколько? 31,5 грамм. Ну, примерно. Нет, там смысл в чем у этой пули. На самой пули знеются ободки, которые врезаются в нарезки насадки Парадокс. И они должны закручиваться, но и теоретически лететь точнее. Посмотрим. Вот. И плюс за счет веса пули, за счет веса у нее поражающая способность намного больше. Давай сначала пустые стрельнем. Заряжаем Парадокс. Пули, которые мы не заливали воском. Они пустые. Они пустые, да. Также делаем 5 выстрелов. И посмотрим по сравнению с лимашками, как они придут. Или вы не обзор. Тест патронов. Тест патронов. А ружье Байкал, что ли? Конечно, как. У нас сегодня патриотичный. Патриотичный. Какой у тебя? Понятно. Не, хорошие продукты делать, правильно, нет? Мне нравится. Зин-зин. Сыбойский сад. Попадает сюда. Да, да. Господь. С двойкой. С четвертой. С пяти. Что мы видим от нашего парадокса? Раз, два, три, четыре. Сука, где пятая? Подождите, не материтесь. Вон она, где пятая. Можно сказать, вот это? Да. Слушай, ну это просто жесть. Вы обещали все в одно. Где оно? Ну это был стёп. А, ветер. Понял. Нет, сейчас мы... Это мы в пустыню стреляли. Это мы в пустыне. А, там не было пуль, я понял. Почти. Так, бери скотч. Залепляй. Кошмарно. Да, просто кошмарная куча. Сейчас залепляем. Так, теперь мы отстреливаем парадоксы, только залитые. Пошли, посмотрим. Значит так. Риман видели. Он у нас всё-таки на соколе собран. 2,3 грамма порока. Вот. Сейчас мы стреляем парадокс. Это у нас Сунар 35-й. Навеска сколько там было? 1,7 где-то примерно. 1,75. 1,75. В итоге Сунара вот такое чудо получается. Надо проэкспериментировать и сокол ещё струнуть как-нибудь. И потом уже делать окончательные выводы. Но пока я люблю лиман. Вот и всё. Не, просто ты сказал же, чтобы мы тут кучу собрали. Не, ну кучу. Вот у лимана, вот оно. Не, я имею ввиду про это, про парадокс. А парадокс, ну блин, ну по идее, а видишь, что получается. Ну здесь собрали по сути кучу говна. Ну, как тебе сказать. С воском пуля лучше себя показала. С воском пуля всё равно себя лучше показывает. Да. С воском себя пуля лучше. Вот это вот. Вот, подтвердили в очередной раз миф про залитые пули воском, парафином. Кто чем можно заливать. Вот. Мы заливаем тёплым парафином, просто свечами из Икеи. Икея, привет, платите мне за рекламу. Так. Я это отрежу, естественно. Так что, в парадоксе, на который я просто возлагал такие надежды, я сейчас думал, что мы с парадоксом будем стрелять на сотку, но на сотку мы будем стрелять, внимание, лиманом. Лиман, который 27,7 грамм. Ниже, ниже. Попал. Это чё-то куда-то пускал. Очуметь. На сотку в гонг с трёх выстрелов. Лиман мини. Лиман мини. Да. Какую поправку делал? Чуть-чуть пониже. Насколько? Под мишень? Ну, скажем так, пол диаметра. Пол диаметра, вот как у нас гонг отсюда видно. Вот он. Вот этот шлипок ты попал. Как раз. То есть ещё пониже надо оборачивать. Центр белый. Да. То есть, ребят, 100 метров, 100 метров. Лиман мини, 2,3 грамма сокола. Насадка парадокс. Насадка парадокс. Это просто чудо, тандем. Вот это моя куча, лиман мини. Ты разве 118-й был? Я был 118-й. Не ври, ты мне говорил 119-й. Ромка 119-й. Вот, Ромка 119-й. И он жаловался, что у него хреново прилетело. Лиман мини, эксперимент сотка. Мишень повешали. Повесили или повесили? Как правильно говорить? Повесили. Закрепили. А, старьё. Не вижу. А у тебя сначала толстая, сходится. Потом тоненькая. И вот это в точку, а в кончик. Лиман мини. Дистанция 100 метров. Метился чётко в центр. Попал чётко влево вверх. Раз, два, три. Нет. Это что-то такое. Это нет. А просто оторвало. И остальные ушли туда. Но судя по тому, что получилось, целимся вот сюда, будет центр. Попробуем. Лиман мини не перестаёт радовать. На самом деле, такая пуля интересная. Надо будет ещё 400 пуль налить. Попробуем по мишени. С рук? Зачем? Да какая разница? Большая разница. Я понимаю, что у вас твёрдая рука, хрустальный глаз, а не стеклянный глаз. Он стеклянный. Попробуем по две группки. Так. Ну, почему по две группки? Ну, просто одна в отрыв у нас. Раз, два. И вот эта вот. Это у нас отрыв. Это отрыв. А знаешь, из-за чего отрыв мог образоваться? Ты, когда стрелял, я увидел, что полетели прокладки. Это был патрон, который был снаряжён на Сунаре 35-м, 1,4 грамма. Вот это скорее... Да, был один из них, попал. Вот. Вот он как раз и есть. Прилетел вот так низко. Это вот он. Метился куда? Целился я где-то вот сюда вот примерно. Точка прицеливания была где-то здесь, самый угол крайний. Да. Ну, может быть, вот сюда, ну... Короче, плюс-минус. Ну, смотри, два, два, четыре, десять. Ну, смотри. Ну, то есть даже... Нет, допустим, даже не будем говорить про десятки. Просто вот кучу. Это гладкий ствол. Это 12-й калибр. Это 27,7 грамм. И это 100 метров. Да. Стоит замахнуться на 150. Патроны кончились. Собати Адлер. Только с 710-м стволом, да? С 66-м. А? 66-м. То есть это Костина мечта? Моих. Надежных рукав. Да. 0,5-0,25, да? Ой! Ты не уложился, что ли? Она легкая. Ты в щеку ложи на него. А вы что туда напихиваете? Сокол. Ну, это чего? Сильнее-сильнее вкладывайся. Да я знаю. О, чуть ниже. Пришел. А первый туда? Ну-ка. Как гильзы вылетят? Это экстра. Вылетели? Мы не модные. Мы не модные. Субтитры сделал DimaTorzok